Друзья, ну а мы продолжаем говорить о необычных мирах. И вот сейчас мир, который возникает благодаря голосу, у нас в студии соучредитель и продюсер проекта «Голос города» Артём Миронов. Артём, доброе утро. Здравствуйте. Вот у нас первый вопрос, который рождается. Вы слышите голоса внутри себя? Нет, это что-то, это смотри, да? Не обязательно. Или они по-транспе? Нет, ну правда. Я слышу только хорошие голоса, наверное. А вот вы всё-таки прислушиваете чаще голосу сердца или вот ум всё-таки перекрикивает? Мне приходится как-то чередовать это, потому что судьба продюсера. Вы, наверное, знаете. Да, мы догадываемся. А вот на самом деле, для того, чтобы создать этот проект, потрясающий проект, мы всех гордимся, какой-то голос что-то подсказал? Как вы пришли к этому? Вы же вообще отказались от работы в компании, вы были коммерческим директором. Как вот так вот вдруг пойти и вкладываться в другие проекты? Пришёл момент сделать что-то полезное для города. Мы это сделали с моим партнёром Ильёй Фигеновым. Он, в принципе, до этого проекта очень много сделал для города. У него куча, на самом деле, классных проектов. И тут мы вот как-то решили объединить свои усилия. У меня есть свои компетенции, у него свои. И вот мы вместе увидели... Голос сердца, наверное, больше у вас вникал. Мы искали проект. Честно скажу, мы прямо искали проект. То есть это не было вот прям позыв, там, а давайте-ка вот именно этот проект реализуем. Мы хотели в городе сделать что-то классное. Вот прямо сейчас мы видим кадр, если кто-то не знает, наушники, ты идёшь по городу, слушаешь разные тематики. Хочется верить, что уже многие знают. И всё-таки вот за это время, что вы уже успели сказать Краснодару и региону проектам? Во-первых, мы успели сказать уже, какому количеству, сейчас я вам скажу, больше 10 тысяч. Ух ты! Хорошая статистика. Да, это достаточно много. Я считаю, для такого вида очень необычного времяпрепровождения... Да, они все понимают. Да, это, к тому же, не сказать, что дешёвое мероприятие. Но вполне возможно. Но подъёмное, да. Да, подъёмное. И, ну, большинство людей действительно, когда просто видят людей в наушниках, гуляющих по городу, не понимают, ну, что... Ну, аудиоэкспурсия... У меня папа так среагировал, а что это? Почему они тут в наушниках? Он не сказал секту? Нет. Половина людей говорит, что за секта. Творческая, прекрасная. Как вам-то смысле, да. Ну, с нами очень классные люди, и обычно это прям вот свет креативного класса города. В Краснодаре три спектакля, да, в Краснодаре, я знаю? Четыре. Революционная. Четыре уже. Знакомство, революция. Уже четыре, и скоро будет ещё два, и мы надеемся. Ну, понеслось. Ну, вот конкретно 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков в этом году край отмечает. По этому поводу даже что-то, по-моему, появилось, да? Да, это вообще наша гордость, жемчужина, мы очень рады. И, кстати, это открыло нам новую дверь. У нас компания-то хоть и краснодарская, но мы-то федеральная компания с офисом в Краснодаре. Мы самые крупные вообще в России, наверное, даже в мире по точкам представительства компании. У нас больше восьми городов, где мы уже работаем, и, думаем, ещё в пяти буквально скоро появимся. В следующем году, думаем, ещё, наверное, совокупно ещё в десяти появимся. Ну, называйте, называйте какие уже. Что, Абраудерсо есть, да? Абраудерсо, Сочи, это только здесь. Здесь мы, Ростов, это наш город. У нас по франшизе запущено в Иркутске, в Хабаровске, в Уфе, в Сургуте, вы представляете? О, мой родной гость, потрясающий, да. Абраудерсо, Александр Иркутске, мусоргут, наушники, это вообще удивительно. Дети. Дети отдельная категория, которая очень быстро схватывает новое, и вы что-то для них тоже приготовили. Для них мы приготовили, собственно, то, что и могли сделать. Самое главное, что мы действительно посчитали крайне важным для детей, это использовать наши технологии. Мы считаем, что всё-таки мы обладаем некими технологиями воздействия на людей, на сознание. Через эмоции мы передаём очень серьёзную информацию. И эмоции выступают здесь как основная такая тележка. И на самом деле коэффициент запоминания вот в нашем формате гораздо выше, чем просто там зубрить и получать какую-то информацию. Мы уже это используем, и там у нас даже есть уже целый блок корпоративных лицензий, мы там работаем с компанией и так далее. Но мы решили, что это принципиально важно для того, чтобы помочь детям больше, а, узнать и, б, запомнить. Потому что это же очень важно ещё запомнить, когда расфокус у детей, а он обычно есть, все с айфонами. А здесь они приходят, никаких айфонов, только наушники, глаза, и они идут по улицам. И они ощущают через себя по-настоящему. Они прочувствуют, дети плачут, вы представляете, это на самом деле работает. Ну, слушайте, мне там 40 лет почти, да, и я сколько узнал нового о Краснодаре, когда мы работаем над этим проектом, а дети-то тем более. И у нас в этом году, вы не поверите, мы сделали вот этот супершаг. Так, мы сначала пришли и презентовали себя большому количеству учителей истории кубановедения. 64 школы о нас узнали сразу, через своих учителей. После этого 40 школ уже с нами было, уже мы в партнёрстве. В ближайшее время, думаем, ещё это развивать, ну, прям это здорово. А тогда можно сейчас немножко узнать о вас, о вашем ощущении? Вот если бы Краснодар сравнить со звучанием музыкального инструмента. Вот это какие бы были звуки для вас? А, это что-то солнечное должно быть, я не знаю. Это что-то, это арфа, скорее всего, это какие-то очень тонкие такие звучащие ноты. Ой, как трогать тебя. А если брать крупнее столица, вот Москва, наверняка бывали. Ой, лучше не брать со мной столицу, я не люблю. Для меня это барабаны, да, и перфоратор, что-то такое. А если взять ваш родной город, он называется Нибиддак, означает нефтяная гора, это в Туркмении. Вот этот городок, если сравнить с каким-то инструментом? Ну, я говорю, роднее для меня уже давно Краснодар, там я родился, и да, вырос, прошло какое-то моё взросление, но ещё в советское время. Ну, это всё-таки для меня это ассоциация молодости, поэтому, ну, вот что для ребёнка, да, это, не знаю, это пионерия, это звук горный, это вот такие, потому что, ну, это больше ассоциация даже не с городом, а вот с тем советским детством. Артём, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Друзья, если кто-то не успел побывать, идите, смотрите, слушайте, это действительно очень эмоционально, круто, потрясающий, амсивный спектакль. Мы желаем вам новых проектов, новых городов. А мы их обещаем. Спасибо, спасибо, спасибо большое.